МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. 82% Глеб Никитин победил на выборах губернатора Нижегородской области. Новый каток. На пустыре в 15-м микрорайоне появится хоккейная коробка. Судьба мозаичного портрета Носилкина спасут ли Ленина? Машина времени и площадка исторической реконструкции появилась в Сарове. Подробности далее. Вместо школы – хоккейная коробка. Пустырь в 15-м микрорайоне был отведен под строительство новой школы. Но время идет, меняются и требования к учебным заведениям. С их учетом строить на пустыре школу уже не актуально. Этот участок земли сегодня может разместиться в школу вместительностью 200 мест. Что для города это как-то неактуально. И в этой связи мы предложили и договорились на согласительные комиссии. Есть соответствующие протоколы и решения, что на этой территории будет делаться физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В районе уже есть площадка для воркаута, поэтому перегружать тренажерами новый физкультурно-оздоровительный комплекс не планирует. По сути, это будет коробка для занятий зимними и летними групповыми видами спорта. По словам депутатов, новый факот станет логическим завершением формирования спортивной инфраструктуры микрорайона. Это размещение коробки. И внутри летом можно будет всеми видами спорта заниматься. И только предусматривается вдоль спортивного села ядра, две раздевалки и инвентарный хозблок, в который будет подведено горячее и холодное водоснабжение для возможности залития катка зимой. Ну и беговая дорожка была вокруг. Также по проекту планируют построить модульные трибуны на 100-150 человек, чтобы на площадке можно было проводить спортивные и культурные массовые мероприятия. Депутаты рассчитывают, что с проектом факота возможно попасть в региональную программу Минспорта. В ее рамках на городскую казну ложится лишь обязательство подготовить ПСД и площадку, а также подвести коммуникации. Все надземные объекты за счет областного бюджета. Однако, если попасть в программу не получится, народные избранники уверены, осилить строительство комплекса можно и местными силами. Приблизительная его стоимость – 30-40 миллионов рублей. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Владимир Владимирович, прошу дать команду на открытие движения. Разрешаю. Что, поехали? Поехали. Движение запустили сразу в трех областях – Владимирской, Московской и Нижегородской одновременно. В Арзамасе вместе с Владимиром Путиным старт движению дали полпредпрезидентов ПФО Игорь Комаров и губернатор региона Глеб Никитин. Вместе с участками трассы М-12 «Восток» открыли и южный обход Арзамаса. Общая протяженность водимых участков – более 308 километров. С учетом уже открытых в 2022 году отрезков трассы М-12, время в пути от Москвы до Арзамаса сократилось с 7 до 3,5 часов. Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса. Она позволит ощутимо в два раза сократить время в пути между городами. Сегодня мы делаем еще один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог. В повышении связанности наших территорий. И от таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных узлов, транспортных узлов, во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности. А в конечном итоге качество жизни наших граждан – рост деловой и туристической активности. Эта дорога, она является уникальной. Она уникальна, потому что никогда мы за всю историю страны от идеи, от вашего поручения… Владимир Владимирович, вот когда вы дали поручение, и мы поехали в прошлом году уже по части, в этом году по половине, и до конца года, поедем точно до конца, до Казани, да, проходит меньше трех лет. Никогда, даже по мировым меркам, очень мало в мире примеров, когда от идеи до сдачи дороги первого класса строились за такое короткое время. Туристический поток вырастет, по нашим оценкам, как минимум в семь раз до 2030 года. Но это во многом связано, конечно, с тем, что трасса проходит через Арзамас, который является одним из краеугольных камней кластера Арзамас-Саров-Дивеева. Кстати, Дивеева и Саров, естественно, тоже станут ближе и к москвичам, и к крестьянам в целом. Введена в эксплуатацию участок почти половина трассы М-12 «Восток». Она продолжится до Казани. Полностью дорогу планируют сдать к концу года. Стоимость проезда по новой трассе составит от Москвы до Владимира 1399 рублей. От Владимира до Арзамаса 1422 рубля. От Москвы до Арзамаса 2821 рубль. Дистанционно через госуслуги на дому или в избирательном участке отдать свой голос за будущего главу региона нижегородцы могли несколькими способами. Всего в области на протяжении трех дней с пятницы по воскресенье работало более двух тысяч участков. В выборной гонке участвовали Глеб Никитин от «Единой России», Владислав Отмахов от ЛДПР, Александр Быков от «Партии пенсионеров», Владислав Егоров от КПРФ и Илья Померанцев от «Гражданской силы». Я считаю, что граждане будут голосовать в целом охотно, так же, как это происходит обычно. Мне кажется, что да, люди в целом настроены на то, чтобы сделать свой выбор. И важно приходить голосовать? И почему? А почему? А если мы не будем приходить, кто будет руководить? Кто будет восстанавливать все, что у нас есть? Кто будет строить? Кто будет командовать? Голосовать обязательно надо всем. Это долг каждого гражданина, каждого человека. Вообще обязательно я каждый год голосую. Вот и поэтому снимаю. Ну, в общем-то, вот так. Чего ждете от результатов? От результатов? Ну, живем мечтами, мечтаем. Ну, что-то может быть хорошим, изменится. И в сторону пенсионеров, и в сторону молодежи. Конечно, важно. А почему? Ну, чтобы не проходило то, что мне не нравится. По результатам выборов с большим отрывом победил действующий глава региона Глеб Никитин. Он набрал практически в четыре раза больше голосов, чем его оппоненты – 82,82%. По данным на сайте избирательной комиссии Нижегородской области, за Глеба Сергеевича проголосовало около 1 миллиона 200 тысяч избирателей. В Сарове его поддержал 81% жителей. Второе место занял Владислав Егоров, набравший 9,67 голосов. На третьей позиции – представитель ЛДПР Владислав Отмахов, с результатом 3,08%. За Александра Быкова проголосовали 1,97% избирателей. Илью Померанцева поддержали 1,73% нижегородцев. В выборах приняло участие половина населения региона – 56%. В Сарове явка была немного ниже – 47%. Осенью прошлого года с центральной площади города демонтировали и увезли на ремонт памятник Ленина. Фигура вождя наклинилась из-за сильного ветра и стала представлять угрозу для жизни прохожих. Тогда депутат Михаил Савин задался вопросом, какие еще места в Сарове хранят память об основателе Советского Союза. И я вспомнил, что на территории бывшего управления строительства у нас стоит мозаика ленинская. Здесь была еще почетная доска, к сожалению, которая со временем разрушилась, а вот мозаика осталась. И здесь некий такой, получается, двойной памятник. Получается, с одной стороны, если мы идем с конца улицы Силкина, ленинская мозаика. И памятник строителям, который выполнен в таком духе соцреализма. И вот они друг друга дополняют. Символ советской эпохи сейчас находится в плачевном состоянии. Некоторые куски плит со временем откололись, а основание выглядит совсем ненадежным. С момента установки памятника им фактически никто не занимался. Михаил Савин выяснил, что объект был когда-то возведен на территории управления строительства, а сейчас не значится в муниципальной собственности, никому не принадлежит. После этого я написал обращение главе города включить данную мозаику в муниципальное имущество. И только тогда, по закону, когда она имеет статус уже муниципального имущества, можно проводить ее ремонт. Вот глава города и комитет муниципального имущества постановили о том, чтобы принять эту мозаику в городскую казну. И на 2024 год запланирован ее ремонт. Вопросом спасения советских мозаик задались и в регионе. Нижегородский Минкульт планирует провести ревизию изображений той эпохи на стенах жилых домов. На основе полученных данных будут разработаны варианты создания пилотного регионального механизма по сохранению советского искусства. Стрельбище для стрельбы из лука, площадка для исторического фехтования, артиллерийские орудия, крепостная стена и башни с гордо развивающимися флагами. Стрелецкий городок появился во дворе клуба здоровья. У жителей города теперь есть уникальная возможность окунуться в историю и проникнуться неповторимой атмосферой тех лет. Таких площадок в нашем регионе всего две. В нашем городе она появилась благодаря активности горожан. За проект «Армира» проголосовало почти 800 саровчан. Это результат проекта «Вам решать» нашего замечательного губернатора Глеба Никитина, который этот самый проект запускает ежегодно. Благодаря этому многие инициативы наших сограждан очень так даже хорошо реализуются. В этом году мы на этот проект тоже заявились. Ну и вот результат. Уроки живой истории в Армире станут намного интерактивнее. На площадке исторической реконструкции будут проводить мастер-классы по традиционным ремеслам, занятия по обращению с макетами исторического холодного оружия, фехтование и стрельбу из лука, потешные сражения различных эпох, квесты, турниры и праздники для жителей микрорайона. Ближайшее грандиозное мероприятие пройдет здесь в ноябре. Это проект Петра Большакова про создание центра живой истории у нас здесь, на нашей территории. Здесь будет большая программа, будет реконструкция сражений 17 века, будет турнир по фехтованию, по стрельбе из лука, будут учения, так сказать, интерактивные для детей, там, по школе мушкетера, что называется, то есть прием обращения с пикой, с мушкетом, с бердашом, строевая подготовка. Площадка сезонная, и на зиму ее будут закрывать. Еще один масштабный фестиваль на ней пройдет 12 июня. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Вся жизнь в одном зале. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. 200 произведений экспозиции – результат многолетнего труда художника, его профессионального роста, внутренних переживаний. В художественной галерее открылась юбилейная выставка «Целая жизнь» Алевтины Павловны Кочергиной, приуроченная к 90-летию со дня рождения художника и педагога. Первые работы ближе к паре ученическому, когда художники, получив образование, только-только выходят от классических натюрмортов. Поэтому две работы, которые открывают выставку, они как раз и посвящены натюрмортам таким традиционным, где на плоскости стола выложены композиционно, очень грамотно разные предметы. Алевтина Павловна жила и работала в Сарове с 1958 года. Вела кружок изобразительного творчества во Дворце пионеров, преподавала рисование в школе номер два. Принимала участие в создании в 1970 году детской художественной школы в Сарове. 1971 по 1976 год была ее директором. После долгие годы преподавала. В коллективе единомышленников они добились, чтобы вообще школа эта появилась здесь. И когда она открылась в первом интернате, встал вопрос о отдельном здании. И Алевтина Павловна чертила, придумывала со своими коллегами вместе. И, конечно, в конечном итоге даже расположение, где сейчас у нас в Сарове находится художественная школа на улице Харитона. Это, конечно, в том числе и ее заслуга. Немало времени она уделяла таким декоративно-прикладным направлениям, как батик и гобелен. Алевтина Павловна окончила Московский текстильный институт. Разработанные ею ткани выставляли в Брюсселе и в Токио. Она была постоянным участником ежегодной выставки «Художники Сарова». В День учителя 5 октября в галерее пройдет вечер памяти, посвященный Алевтине Кочергиной. Выставка дополнена еще фотографиями из семейного архива, поэтому, дорогие саровчане, приходите, кто учился в художественной школе, приходите смотреть, в том числе и на себя. Расскажите нам, где вы здесь на фотографии. Потому что Алевтину Павловну мы, конечно, везде узнаем, педагогов детской художественной школы тоже, а вот дети, конечно, подросли и изменились. Посетить выставку можно в часы работы библиотеки, без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Семья 15-летнего Вани переезжает из провинциального городка в Москву. Он идет в новую школу, находит друзей и впервые влюбляется. Представление о прекрасном резко меняет случайный знакомый блогер Скат. Ваня хочет стать таким же знаменитым, иметь толпы поклонниц и зарабатывать кучу денег. Так начинается мюзикл «Нью Кидс. Звезда должна светить». Это осовремененная сказка Оскара Уальда «Звездный мальчик». Главные роли в нем получили сыровчане Егор Вдовин и Василина Афонина. Егор играл успешного блогера Ската. Мне было сложно вжиться в роль, это даже говорил режиссер, потому что я играл совершенно другого человека. Я в жизни скромный, тихий, а на сцене мне нужно было показать такого публичного, ничего не боящегося человека. Но я считаю, что у меня это получилось. Как минимум я сыграл больше спектаклей, чем другие составы. В спектакле приняли участие 80 юных участников из 24 городов России, а также Венгрии, Белоруссии, Танзании и Бангладеш. Впервые в «Нью Китс» Василина Афонина приняла участие в 2020 году. Еще тогда у девушки зародилась мечта – исполнить главную роль музыкального спектакля. Но девушка и сама понимала, что опыта и уровня мастерства пока не хватает. Она упорно работала и, вернувшись сюда, снова покорила жюри кастинга. В этом году я прям чувствовала, что настало то время. И прочитав сценарий и увидев, что образ главной героини очень естественен мне, то есть прям похож на меня. И песни великолепные, мне очень хотелось их спеть, а главное – прожить на сцене. И, ну, конечно, я делала все возможное, чтобы успешно пройти внутренний кастинг, и у меня все получилось. Я была утверждена на главную роль, и начались репетиции каждодневные. Это, конечно, большой труд, но я была к нему готова морально, и ради этого работала. Живой оркестр – главная фишка юбилейного сезона. 15-й сезон международного детского творческого проекта «Нуклеер Кит» стартовал 9 июля в Беларуси. Репетиционной базой выбрали санаторий «Юность» управления делами президента Республики Беларусь. Больше всего там ценятся навыки общения с другими ребятами. Ну и, конечно же, усидчивость, трудолюбивость. Без труда там у тебя ничего не получится. Нужно трудиться, работать изо всех сил, и тогда из воспоминаний о проекте у тебя останется все только самое позитивное. «Нуклеер Кит» – он сам по себе очень атмосферный проект. Если ты на нем будешь работать, если ты будешь со всеми дружить, то у тебя останется такой огромный альбом эмоций с этого проекта. Это потрясающе. Ребята прошли насыщенный гастрольный тур. Премьера «Звезда должна светить» прошла 3 августа в городе Островец, Белоруссия. А потом артисты отправились в Нижний Новгород и Обнинск. Точку в гастрольном туре поставил 15-й спектакль, сыгранный на сцене театра «Эцетера» в Москве. Я невероятно рада, что попала на проект. Проект «Нуклеер Кит» задал мне огромный творческий и жизненный опыт. Я как вокалист много выступаю на сцене, а в проекте я играла совсем другую роль. У меня была не главная роль, но постановка мюзикла – это огромная командная работа. Я поняла, насколько важны герои второго плана. Впереди у талантливых саровчан еще немало ярких проектов, но «Нью Китс» вне всяких сомнений останется в их сердцах. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Деревянные народные игрушки, узорчатые ларцы и разные емкости, глиняные горшки, теплые валенки, плетеные корзины. Ремесленное направление на традиционной ярмарке «Осенний завоз» каждым годом набирает популярность. Уникальные изделия авторской работы привозят мастера не только из Нижегородской, но и из Владимирской и Кировской областей. А также Республики Мордовия. Организаторы ярмарки отмечают, что желающих приобрести свежие натуральные продукты с фермерских хозяйств с каждым годом становится все больше. В то, что он производит, он вкладывает душу. Душу, качество, свое время. И он может это все продать в небольших количествах. То есть в супермаркете этого товара просто не увидится никогда. То есть это то, что производит производитель. То, что он, если он уже перейдет на производство, это уже будет немножечко другое качество. В этом году в ярмарке приняли участие более ста производителей. На территории парка АСС установили 60 торговых точек. Мед, сыры, овощи, фрукты, сладости, мясная и рыбная гастрономия, саженцы. Широкий ассортимент «Осеннего завоза» едва ли оставил кого-то равнодушным. Каждый нашел здесь что-нибудь себе по душе. Все очень нравится, все ярко, мне нравится. Что-то даже прикупили. Вот я еще вчера была тоже, наверное, как ярмарка в Мордовском заповеднике в Пуште. То есть второй день вот гуляю, удовольствие получаю. Спасибо. Хорошие впечатления, все очень интересно. Выбор. Ассортимент. Ну ассортимент хороший. Вот выбрали. Скажи, пожалуйста, а что тебе понравилось? Ну там, понимаете, деревянные игрушки. Все понравилось, потому что как-то в этом году было, ну, столько всей продукции, глаза разбегаются. Поэтому спасибо большое, что организовали такое для народа. Шикарное. Подарки для женщин нравится купить. Подарки купили. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Прости, Россия, беды сыновей. Когда бы не усопиться князей, То как же ордом вдали бы по мордам. Стихотворение Эдуарда Осадова «Россия начиналась не с меча», Открыло первую в этом учебном году встречу проекта «Читаем вслух». Творчество великого русского поэта и прозаика для себя открыли ученики девятых классов. Многие юноши и девушки читали с вдохновением, Стараясь передать гамму чувств и эмоций лирических героев. Поэтому остальные слушали их с большим вниманием, Аплодируя самым артистичным. В тишине-то на покое помечтать о новом не грех, А вот один боец тоскою глаз сощуя молвил, Эх, и замок. Второй качнулся, подавил протяжный вздох, Вкусно дымом затянулся и с улыбкой молвил, Ох. О родине, войне, дружбе, настоящей искренней любви, Мужестве или трусости и малодушии. Темы, которые Эдуард Осадов поднимает в своих произведениях, Актуальные и по сей день, а возможно, даже вечные, Рассказали чтецы. Вечными стали и строки стихотворений. Прошли годы, и уже другое поколение, Знакомые с этими стихотворениями, Находят в них что-то родное, близкое, душевное. И он был любимейшим паэтом молодежи 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. И его стихи мы читаем до сих пор. И здесь сидят ваши педагоги, которые, когда учились в школе, Я больше чем уверена, что они так же, как я, Знали наизусть и про студентов, Которые сегодня прозвучат, они студентами были, И про трусиху, и про мальчишку из нашего района, Был грозой нашего района, мальчишка из соседнего двора. Следующая встреча состоится 10 октября. Ученики седьмых классов прочитают страницы книги Владислава Крапивина «Мальчик со шпагой». Вспомнили правила дорожного движения и обсудили безопасные маршруты. Ученики 12-й школы приняли участие в традиционной акции «Пешеход на переход». Вместе с инспекторами ГИБДД дети вышли на улицы города, где раздавали информационные буклеты и проводили анонимный опрос на тему, как часто горожане переходят проезжую часть, не дожидаясь зелёного сигнала светофора. На протяжении нашей сегодняшней акции были замечены некоторые граждане, которые не соблюдают некоторые правила дорожного движения, касаемо насудисты и самокатчики. Мы предупреждаем их о том, что необходимо всегда спешиваться перед пешеходным переходом и своё транспортное средство необходимо вести рядом с собой. Всероссийская неделя безопасности стартовала в Сарове. В ближайшие дни в школах города пройдут встречи учеников с инспекторами ГИБДД. Чтобы уроки дорожной безопасности не оказались скучными, проводят их в игровом интерактивном формате. Этот урок мне понравился, он был таким интересным. Сам я не нарушаю правила, перехожу через дорогу, когда горит зелёный свет. Мне очень понравилась эта акция. Мы очень рады, что учительница выбрала именно наш класс. 12 пешеходов пострадали на дорогах Сарова за последние 8 месяцев. 7 из них на переходах. Напомните своим детям о правилах дорожного движения. Составьте безопасный маршрут от дома до школы и пройдите его вместе. Такие простые действия помогут вашему ребёнку чувствовать себя увереннее на дороге. Метрошка – фестиваль детского дворового футбола. Он стартовал в 2002 году в Трехгорном. Организаторами соревнований выступает фонд содействия развитию детского спорта Метрошка. Каждый год география фестиваля активно растёт. К нему присоединяются новые города-участники. Саров не стал исключением. В этом году наш город принял участие впервые. У вас очень хорошая материально-техническая база. Соответственно, я думаю, у ребят есть возможность развиваться, есть возможность поучиться тренером, повышать свою квалификацию. Поэтому я думаю, что футбол будет интересный, эмоциональный, футбол – это дети. В фестивале приняли участие 12 команд города в двух возрастных категориях. Всего на турнире было сыграно 18 игр. В каждые два тайма по 10 минут. Сначала ребята играют в группах. И какое место они занимают, они уже играют в стыковой матч за соответствующее место. Ну, то есть, занял ты первое место в группе в своей, ты играешь с первым местом в второй группе, и, соответственно, вы играете в финал. Кто выигрывает, занимает первое место, кто проигрывает второе. И вот таких стыков три. Победитель фестиваля ждёт суперкубок. Он пройдёт в Челябинске в конце сентября. Абсолютные чемпионы получат не только множество подарков и переходящие кубки, но и отправятся в увлекательную поездку в Москву, где встретятся с игроками футбольного клуба «Спартак». За такой приз наши спортсмены сражаются изо всех сил. Игры настораживающие, очень сложные против некоторых. Ну, мероприятие было классное. Соперники сильные, но я припомню все усилия, чтобы победить их. Сильно так, в принципе, некоторые команды слабые, некоторые сильные. Некоторые прям как мы. Если соберёмся, то выиграем. А если без этого, как там, не соберёмся, то, может, и проиграем, может, и ничья будет. Метрошка 20-23 пройдёт в 50 городах и 22 регионах России. Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Воронежской, Нижегородской, Кировской и других. В чемпионате примут участие свыше 8 тысяч человек. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. На трибунах более полутора тысяч человек. Все они пришли на поле Икар посмотреть на игру футбольного клуба «Звёзд эстрады Старко». Тур «Стремимся побеждать» проходит по городам атомной отрасли в рамках программы «Территория культуры Росатома». На этом поле сегодня встретятся две команды. Самые опытные футболисты Сарова и «Звёзд эстрады». Но на самом деле мы в душе все одна команда. Матч у нас сегодня докторной. Это не секрет. Мы же победили, очень известны. Это все. Мы, это команда Старкоя, это команда города. Это все. Мы очень рады. Осталось бы работать с каким счетом будет победа. Гостям предстояло сыграть матч с нашими спортсменами. В Саровскую команду вошли представители администрации, муниципальных учреждений, депутаты, сотрудники ВНИЭФ и другие. В начале первого тайма наша команда повела в счете. Но буквально через минуту гости отыгрались. Но саровчане оказались хитрее и собраннее. Первый тайм закончился со счетом 2-1. Игра проходит хорошо. Саров, в принципе, пока переигрывает противника. Саровская выиграет все-таки. Наша городская. Мы за них прям топим. Все играют замечательно, все молодцы. Я думаю, победит дружба. Я считаю, что команда Саров победит. Это безусловно. Но команда соперника тоже сильная. Но все равно команда Саров победит, потому что в первую очередь у нас поддержка, и они играют дома. Все очень классно, все нравится. Мы не фанатки футбола, но замечательно. Просто нам нравится наблюдать. Второй тайм оказался насыщенным на голы. Сразу после свистка гости сравняли счет. А после забили в наши ворота еще один мяч. 20 минут трибуна не умолкала. Голы сыпались каждые 5 минут. Итог 4-4. Исход матча решил пенальти. Со счетом 9-10 победила команда Старко. Впечатления самые приятные. Хорошая погода, солнышко. Мы побывали сегодня в музее, побывали в храме Серфима Саровского, святого. Мы увидели даже кортеж президента. Поэтому все прям хорошо. Маффи прошел отлично. Команда сильная, вежливая, бодрая, резкая, здорово. Также в рамках проекта прошли три мастер-класса. Спортсмены по адаптивному спорту учили звезд эстрады играть в бадминтон. Ребята из клуба «Лотос» вместе с гостями из футбольного клуба «Старко» приняли участие в кулинарном мастер-классе. А вокальная студия «Дива» познакомилась со звездами, показали им, что умеют сами. А после отрепетировали песню, которую исполнили на центральной сцене «Икара». Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова